Мой муж, Кунгуров Алексей, сидит сейчас в СИЗО города Тюмени за пост в живом журнале. Пост был про действия наших военных в Сирии. Пост назывался «Кого на самом деле бомбят мужчинские сокры?», но в нем нашли оправдание терроризма. Текст был просто о действиях военных, то есть кого бомбят, зачем бомбят, зачем вообще наши военные там находятся в этой Сирии. Эксперты из ФСБ, конечно же, подтвердили, что да, оправдание терроризма там безусловно присутствует. И в итоге ему мужу дали два года. Приговор вынесли за неделю. Суд проходил в закрытом режиме, что было очень просто удивительно. Потому что режим понимает, что люди уже перестают терпеть все это воровство, весь этот кошмар, который творится. С тем, что сейчас у всех интернет, что информация в свободном доступе становится всем известной, то есть тайно воровать уже не получается. Почему-то все уверены, что за Алексеем стоит какой-то очень хороший спонсор. И никто не верит в то, что действительно человек сел в тюрьму просто по повелению Сирта. Да, все считают, что он сидит за деньги. Дети у меня сильные. Они хоть не очень взрослые, но они уже все понимают. Я ничего от них не скрываю, что папа у нас в тюрьме. Сын, конечно, очень сильно переживает. Говорит, нет, это очень долго, это невозможно. Ну, конечно, тяжело. Сына особенно тяжело. А дочь она так, да, дорогие походы пустят, обязательно верят. А я, если честно, несколько сомневаюсь, потому что очень много таких случаев, когда человек сидит, а в это время по каким-то там еще его делам заводятся еще уголовные дела, и человек может сидеть бесконечно долго. Вот мне очень-очень стоит подумать только об этом, и просто становится жутко. Мы с Алексеем, когда мы говорили на эту тему, что ты вот борешься, значит, за счастье людей, за свою страну, так переживаешь, у тебя дети растут, ты не боишься, что они могут так без тебя вырасти. Он мне тогда, совершенно спокойно сказал, я это все делаю как раз-таки ради детей. Ради моих, ради твоих, ради каких-то там других детей, ради детей, ради будущего поколения. Потому что, как я потом буду смотреть глаза своим детям, что они живут вот в этом вот во всем поколении. Среди меня.